Приветствую вас, если любовь именно была, то есть сейчас, на данный момент любви больше нет, то быть никак. Что если любовь не вернуть, если она ушла, если люди после того, как вот оказались на расстоянии, чувствуют, что той тяги друг к другу уже нет, что какое-то раздражение только появляется, какие-то только претензии друг к другу взаимные, дискомфорт и так далее. То никак здесь не быть, чувства прошли, нужно отпустить, да, сложно, да, больно, но отпускать нужно, других вариантов нет, стараться двигаться вперёд и освобождаться вот, так скажем так, якори, которые имеют место быть, вот. Это если любовь была. Если любовь осталась, но появилось на расстоянии, то здесь, конечно, ситуация такая, что нужно понимать, какой бы любовь сильной не была, но на расстоянии она не выживет, без, хотя бы без периодических встреч, да, без проведения времени вместе, без каких-то совместных дел, без совместных занятий, без совместной деятельности, вот. И естественно, расстояние сложно, потому что, ну вот, любимые люди не вместе, а понятно, что как бы ты чувствуешь себя в тюрьме, ты чувствуешь себя привязанным, ты вроде бы, вроде бы ты один для всего мира остального, да, и в то же время ты не один, но в то же время это в отношениях, а любимого человека увидеть не можешь, не можешь, а, как бы, почувствовать его не можешь, дотронуться не можешь, ничего не можешь. Сложно? Сложно, больно, больно. И здесь, конечно, без конкретного плана по обязательному совместному проживанию, да, ну, никуда. То есть, если, либо вы делаете всё, чтобы быть вместе, то есть, ну, в данном случае, вы именно роман, либо вы просто-напросто принимаете решение расстаться, потому что без конкретного срока, срока, так сказать, соединения или воссоединения, как угодно называете, ваше отношение это чисто воды мучение, вот. Ну, и конкретный срок. Понятно, что рано или поздно возникают какие-то подаврения, какой-то негатив появляется, какие-то претензии возникают, ну, вот, именно к любимому человеку, который на расстоянии. Ну, вот, это всё понятно, безусловно, и этих моментов тоже надо избегать. То есть, вот, если чувствуете, что хочется вам там претензий, претензий, там, что-то ещё, вот, если чувствуете, то лучше, конечно, или отвлекаться, или ласку проявлять, любовь проявлять, вот. Ну, ни в коем случае не убежать, вот, в этих вот скандалах, в этих, значит, выяснениях отношений и так далее. Потому что, ну, ничего, ничего хорошего в этом никогда не было и вряд ли будет, вот. Я бы ещё порекомендовал бы, знаете, вот, подумать, подумать о том, насколько случайно вы оказались на расстоянии друг от друга. Вот, я бы, вот, рекомендовал бы ещё подумать на эту тему. Почему? Потому что, ну, люди друг друга любят, люди хотят быть вместе, да, и тут вдруг такая история, что они оказываются на расстоянии. Ну, на мой взгляд, это несколько подозрительно. То есть, либо здесь есть какая-то подсознательная работа, то есть, может быть, подсознательно я не хочу быть в отношениях, ну, как бы думает кто-то из, кто-то из вас, например. Либо здесь есть что-то ещё, ну, например, страх, страх близости, там, может быть, что-то ещё, вот. Ну, в любом случае, не стоит на это исключать из, ну, из спектра внимания. Потому что, может быть, всякое, вот. И, на мой взгляд, было бы неправильно, если бы вы какие-то варианты обесценивали. Ну, то есть, заведомо отталкивали и говорили, что нет, этого не может быть, этого никогда не будет и так далее. Я понимаю, что, поверите, иногда бывает очень сложно и больно, болезненно. Вот, ну, лучше, лучше будет, если вы какие-то вещи увидите раньше, чем, например, будете страдать и, в итоге, тратить время свое, значит, своего любимого человека и, в итоге, просто, ещё больше будет негатива. Вот. Я бы рекомендовал, конечно, воспринимать то, что происходит, ну, как, как своего рода испытание. Вот. 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 Как, с твоего рода проверку, может быть. Насколько вы друг друга любите, насколько вы друг друга цените, насколько вы друг другу подходите. Вот. И, соответственно, если вы это не пройдёте, если вы не пройдёте этот вот путь, который перед вами сейчас имеет место быть, то, ну, волей-неволей возникает вопрос, да, насколько вы, собственно, подходите друг другу и являетесь ли вы теми самыми людьми друг за друга. Ну, вот. Я думаю, что, в общем, в общем и целом, вам ответить на ваш вопрос можно вот именно так. Именно так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего доброго и удачи.